Приближается Новый год и готовиться к нему нужно уже сейчас. Для того, чтобы праздники прошли без происшествий в районной администрации, провели заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Более 500 сотрудников полиции и 140 представителей общественных формирований правоохранительной направленности выйдут на дежурство в период проведения театрализованных и концертно-развлекательных программ. Непосредственно перед началом массовых мероприятий будут проводиться кинологические обследования. Нужно предупредить любые неожиданности, отметил Роман Сенеговский на совещании. Не допустить никаких происшествий, провести качественную работу на опережение. Все службы должны сработать максимально эффективно. Обратите внимание закон 1539 в эти дни, потому что народ будет отдыхать, гулять по улицам и везде, и друг к другу в гости ходить. Наша задача – все эти вопросы вовремя реагировать на них. В канун новогодних праздников славянские полицейские перейдут на усиленный вариант внесения службы. В случае обнаружения каких-то непонятных сумок, предметов, пакетов, коробок всевозможных, бесхозных, которые будут обнаружены, незамедлительно сообщать в дежурную часть отдела по телефону 02. Для тех, кто живет у нас в сельских поселениях, в принципе, все знают тех жителей, поселения небольшие, кто там проживает. Поэтому чужой человек он всегда на виду. Поэтому то же самое. Обращайте внимание на всевозможных подозрительных лиц. Особое внимание во время совещания было уделено общеобразовательным учреждениям. За каждым из них на время проведения новогодних утренников будут закреплены ответственные лица отдела МВД по Славянскому району. В новогодние праздники большое внимание уделяется детской безопасности. Поскольку праздничные мероприятия будут проходить в каждой школе и детском саду, то такие кнопки мгновенного вызова сотрудников полиции просто необходимы. Продумана также работа пропускного режима, как одна из важнейших мер обеспечения безопасности. Особое внимание в данном случае пропускному режиму в ходе проведения мероприятий. Поэтому мы накануне провели совещание с ответственными сотрудниками по организации пропускного режима, вахтерами и теми охранными предприятиями, которые работают у нас в учреждениях. Объяснили, чем каждому необходимо заниматься и усилили на данные дни именно вопросы, связанные с пропускным режимом. Во время праздничных дней будет организовано очень много спортивных мероприятий. Поэтому особое внимание на совещании было уделено вопросу антитеррористической защищенности объектов спорта. Все они под пристальным вниманием. В самых крупных спортучреждений установлена система видеонаблюдения. Подготовились по обеспечению безопасности в период проведения новогодних мероприятий и специалисты Славянского гарнизона пожарной охраны. Все места, в которых планируются праздничные концерты и новогодние ёлки, поставлены на учёт. Проведён осмотр наружных противопожарных водоисточников. Личный состав подразделений Славянского пожарного гарнизона будет нести службу в режиме повышенной готовности. С личным составом пройдены дополнительные инструктажи. Подразделения наши готовы к выполнению задач по предназначению, а именно к обеспечению пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий. Как показывает практика, именно в новогодние дни резко возрастает число несчастных случаев. Чтобы они не омрачили новогодние праздники, славянские медики в этот период будут работать также в усиленном режиме. Приёмный покой, травматологический пункт, отделение скорой медицинской помощи, стационарное структурное подразделение будет работать в круглосуточном режиме. Медицинское обслуживание поликлинических пациентов в поликлиниках, участковых больницах, в амбулаториях, офисах врача общей практики будет осуществляться 3 и 6 января с 8 до 13.00. Сотрудники всех служб района постараются сделать всё, чтобы зимние каникулы прошли без каких-либо происшествий. Но надо помнить, что безопасность, прежде всего, зависит от каждого из нас.